Беларусь продолжает активно наращивать стратегическую работу и по внешнему контуру. Какие проекты сегодня двигают развитие евразийской интеграции? И что нужно решать быстро, чтобы набранная скорость не сбавлялась? Ответы на эти вопросы ищут на межправсовете ЕАЭС. Заседание пятерки принимает Ереван. В повестке 22 вопроса среди приоритетных коопераций в промышленности и общие сырьевые рынки. Сегодня диалог проходил в основном в закрытом формате. Свои интересы отстаивала каждая сторона. Наша позиция и видение завтрашнего дня Евразийского союза в репортаже Светланы Лукинюк. Сегодня в Ереване активно на дорогах. Это неудивительно, ведь город принимает делегации из пяти стран. Также активно и за столом переговоров. Нынешний диалог здесь главправитель Евразийского союза в продолжении разговора, начатого еще в августе в Чулпон-Ата. Тогда в Кыргызстане говорили о необходимости кооперации внутри ЕАЭС. И главное, что документально закрепили практические шаги. В частности, определить источники финансирования для совместных проектов, ведь у каждой страны есть свой список, и создать перестраховочную организацию для активизации торговли и привлечения инвестиций. Но все эти стремления к единым правилам и созданию общих условий могут завязнуть в череде многочисленных национальных барьеров. Еще на заре создания Евразийского союза открыли Белую книгу, где как раз и были прописаны все существующие препятствия, сколько их удалось устранить. Но парадокс в том, что преодолев одни, в книге тут же появлялись новые. Так что перелистывать последнюю страницу пока еще рано. Хотя существенный прогресс уже есть. Ну и самое главное, что даже по тем, которые остаются, то, что звучит в докладах, практически по всем, есть уже либо принятые решения, либо находятся в активной стадии принятия решений по их устранению. Слава Богу, что все страны правильно понимают необходимость, как с ними работать, и что необходимо сделать для того, чтобы они не появлялись в будущем. Недаром перед визитом в Ереван премьер Роман Головченко назвал этот вопрос одним из самых чувствительных для ЕС. В целом же в повестке межправсовета за два десятка вопросов. Сегодня узкий состав. И значит для журналистов небольшая протокольная съемка, а дальше разговор с закрытыми дверями. Но уж точно деньги в топе обсуждаемых тем. Кооперацией и новым товарам нужны финансы. Самый перспективный евразийский электробус. Это наше предложение для пятерки. В качестве такой поддержки выбрано субсидирование процентных ставок по кредитам, по финансовым организациям, которые при согласии кредитовать какой-либо проект, будут получать из бюджета Евразийского экономического союза средства на удешевление процентных ставок непосредственно для исполнителей этих проектов. Межправсовет – это хорошая возможность успеть встретиться и в двустороннем формате с коллегами из других стран. Сегодня у нас переговоры с премьером Армении. Роль Евразийского экономического союза возрастает, потому что, как мы все знаем, к сожалению, в мире непростые экономические времена. И должен сказать, что вот те механизмы, которые у нас есть в Евразийском экономическом союзе, местами здорово выручают в этих ситуациях. Ереван сейчас активно строится, значит, новым высоткам нужны лифты, да и домам после капремонта. Наши кабины здесь знают уже тысячи на этом рынке именно белорусских. Белорусский производитель Мобилев Лифтмаш вышел с инициативой о создании здесь уже производства лифтов, в том числе именно не только сборочного, но и с локализацией определенных элементов. Это важно с точки зрения, мне кажется, для Армении получения компетенции новых машиностроительных, создания рабочих мест и так далее. Поэтому процесс этот сейчас находится в достаточно активной фазе. И были бы благодарны, уважаемый Николаевич, за поддержку такого двустороннего проекта и возможные меры государственной поддержки. За последние годы взаимное торговие только прибавляет. В этом году удвоилось за 8 месяцев 106 миллионов долларов. Все, что касается продуктов питания взамен выпавшему импорту, тех же овощей и фруктов, мы готовы покупать больше. В планах открыть и торговый дом Армении в Белоруссии. Я прямо скажу, что я не вижу хорошего коньяка в Минске. За два года я уже понял, что это такое, где хороший, где плохой. Вот это создание торгового дома позволит сделать то, чтобы наши люди пробовали хороший коньяк, а неизвестно что. Вот этот торговый дом сейчас очень важная тема, и я думаю, что мы ее откроем. А взять хотя бы тему сухофруктов. Вот вы здесь пока побудете в Ереване, даже в любой магазин зайдите. Такого нет в Белоруссии. Они отличаются качеством, вкусом. В Армении же по вкусу пришлись наши молочные и мясные продукты. Да к тому же активно здесь продается и белорусская техника, как, впрочем, и на всем пространстве Евразийского союза. Завтра диалог о евразийской интеграции здесь будет продолжен уже в широком составе. И многие вопросы из повестки дня еще раз детально обсудят, чтобы выработать общепризнанное тоже время взаимовыгодное решение. Пристальные посмотрят на общую торговлю, а также создание сырьевых рынков. Но а до заседания Межправсовета с премьер-министрами встретится и президент Армении. Светлана Лукьянюк, Алексей Юныш, агентство теленовостей из Еревана.